Добрый день, меня зовут Андрей, извиняюсь за гнусавый голос, я просто немножко простыл. Я TeamGrid в компании Logica, работаю в Одессе и сегодня буду рассказывать про Flexbox. В принципе, наша презентация будет состоять из нескольких частей. Первое, то есть мы коснемся того, что вообще такое Flexbox, второе, как это работает, дальше мы разберем, какие свойства есть у Flex контейнера Flexitem, дальше у нас будет демка, где мы посмотрим, как работают те или иные свойства, вот, и совершаем с помощью Flexbox резиновый layout. В принципе, сделаем это достаточно быстро. И последняя секция это Tips Strix и, в принципе, полезные ссылочки. Такой короткий план. Что такое Flexbox? То есть по спецификации это Box Model, который обозвали Flex, гибкой. За счет чего она гибкая. Если вкратце, что она дает? Она позволяет вам гораздо более эффективно распределять место внутри контейнера, растягивая либо уменьшая айтемы, позволяя лепить или размещать айтемы где угодно. В принципе, есть три таких основных преимущества. Первое, вам гораздо проще расположить айтем в любом месте, то есть в контейнере прикрепить его куда-то. Второе, получается, все внутренние элементы контейнера могут либо расширяться и занимать свободное место, либо сжиматься, если этого места не хватает автоматом. То есть у вас нет проблемы, которые часто возникают с тем, что у вас child-item вылезают как бы за границы парента. И третий момент, получается, что он дирекшн-агностик. То есть, в принципе, имеется в виду, что вы можете располагать айтемы как в горизонтальной плоскости, так и вертикальной. Это, в принципе, три основных преимуществ, которые он дает. И это, на самом деле, очень круто. Чуть позже разберем, в принципе, как это все работает. Но какие основные отличия, в принципе, с flow? Первое, что элементы внутри flexbox-контейнера располагаются по осям. То есть, получается, что они позиционируются все по осям. в отличие от обычных элементов, которые либо блочные, либо строчные, то есть, которые крепятся к краю, и дальше либо занимают, получается, всю плоскость, либо оставляют после себя место и разрешают расположиться кому-то. То есть, здесь у вас элементы внутри будут позиционироваться по осям, и вы будете менять их положение относительно оси. Вот. Второй момент, что вы можете достаточно гибко менять положение, направление главной оси. То есть, что это означает? Это означает, что ваша ось может идти как в горизонтальной плоскости слева направо, так, в принципе, вертикально сверху вниз или снизу вверх. Вот. То есть, если мы посмотрим, получается, на этот слайд, то что мы увидим? В принципе, это у нас flex-контейнер большой. Внутри него располагаются две оси. В данном случае это направление для left-to-right. То есть, у нас получается, одна ось идет, главное, слева направо в горизонтальной плоскости, и есть другая ось, которая идет сверху вниз. Вот. Соответственно, все flex-айтомы располагаются по осям. Они могут лепиться либо к началу оси, если мы говорим либо к концу оси, либо отцентровываться, либо располагаться, оставляя между собой пространство. Вот. И точно так же равняться по cross-axis. Здесь, в принципе, терминология. Я ее включил, в принципе, для того, чтобы потом можно было почитать и посмотреть. Ее можно опустить. Перейдем к следующему. Что такое flex-контейнер? Flex-контейнер – это, в принципе, элемент, в котором у вас будут flex-боксы, то есть сама верстка flex-а. Какие у него, получается, есть элементы? Первое, вы должны сказать, что это flex-контейнер. Делается это либо display-flex, либо display-inline-flex. Разница, в принципе, достаточно простая и очевидная. То есть, в случае, если это flex, то он будет вести себя по отношению к другим контейнерам, как блочный элемент. То есть, что это означает? Он будет начинаться с другой строки. Если это inline-flex, то он будет располагаться на той же строке, за другим блочным элементом. То есть, вести себя, в принципе, как inline-вый элемент. Дальше вы задаете flex-direction. Flex-direction – это и есть направление вашей оси. То есть, по умолчанию, оно row. Вот. И в случае с left-to-right, то есть, оно будет идти слева направо. В случае с right-to-left, оно будет идти, получается, справа налево. Оно также может быть row-reverse. То есть, получается, вы переворачиваете и ставите начальную точку в другую сторону. То есть, если мы говорим про left-to-right, то в случае row – вот начальная точка и вот направление. В случае row-reverse – вот начальная точка, вот направление. То же самое с column. То есть, column у нас, получается, направление главной оси будет идти сверху вниз и column-reverse – направление оси снизу вверх. Следующее, получается, flex-rap. То есть, что это такое? Это, получается, элемент, который… Это стиль, который говорит о том, как должны будут вести себя элементы внутри flex-контейнера. По умолчанию стоит свойство no-rap. Это означает, фактически, что все элементы, которые располагаются в контейнере, если они не помещаются, они будут уменьшены в размерах и расположены в одну линию. То есть, в принципе, вот это как раз пример получается no-rap. Если вы хотите, получается, поменять такое поведение, вы можете, соответственно, поменять no-rap, либо rap-reverse. То есть, что произойдет в случае rap-а. Например, у нас получается этот flex-элемент не влезает, тогда он, получается, сместится под этот элемент. В случае rap-reverse они будут перевернуты. То есть, это, как бы, направление обтекания. Следующее, как бы, такое главное свойство, с которым больше всего, как бы, игра – это justify content. То есть, в принципе, это говорит о том, как вы хотите выровнять свой контент относительно главной оси. То есть, вы хотите его либо по умолчанию прилепить к началу оси – это flex-start, либо к концу оси – это flex-end, либо расположить весь контент по центру, сдвинуть этот центр. Соответственно, space-between – он просто посчитает свободное расстояние между элементами и даст, и space-around – он еще даст отступы по краям. То есть, в принципе, мы сейчас все это посмотрим, как это все выглядит. И align-items точно так же выравнивает элементы, но относительно crocs-axis. То есть, вы можете, опять же, прикрепить к началу, к концу, по центру, baseline – позволит выделить просто по центру, все элементы будут расположены по базовой линии, и stretch – растянуть. Дальше есть, получается, align-content, который, в принципе, делает то же самое. Так. И flex-элементы. То есть, какие свойства есть у flex-элемента? У него есть порядок, order. То есть, что это означает? Это означает, что, в принципе, с помощью стиля вы можете поменять порядок вывода элемента на странице. То есть, в принципе, независимо от того, как они идут в ваши верстки, они могут выводиться либо раньше, либо позже за счет изменения ордера. По умолчанию order 0, соответственно, сдвинув его либо в негативную, либо в позитивную сторону, вы поменяете порядок его вывода. Дальше. Есть такое свойство flex-grow. Оно, в принципе, очень полезное. Мы о нем поговорим. То есть, здесь тоже значение по умолчанию 0. Что оно означает? Оно означает, насколько ваш элемент внутри контейнера может увеличиваться. Вот. Считается это относительно. Сейчас мы во время демо, в принципе, покажем подробнее. Но если в двух словах, то что происходит? У вашего элемента есть какой-то минимальный размер, который ему нужен. По умолчанию он большего размера не занимает. Но если вы хотите его растянуть, вы можете задать количество единиц, на которые он растянется. То есть, например, если у нас есть три элемента, у одного из которых flex-grow 0, у другого получается 1, у третьего 2, то что произойдет? Первый элемент, соответственно, останется с оригинальным размером. Дальше все свободное место поделится на три части. То есть, поскольку у нас задано у одного 1, у другого 2. Например, с свободного места там 600 пикселей. Соответственно, получается, первый элемент с flex-grow 1 увеличится на 200 пикселей, элемент с flex-grow 2 увеличится на 400 пикселей. То есть, в принципе, это очень удобно при резиновой верстке, потому что вы можете как бы растягивать, уменьшать элементы в зависимости от экрана и не сильно париться насчет размеров. Flex-shrink наоборот. То есть, по умолчанию, что он делает? Он уменьшает элементы, когда не хватает места. То есть, если у вас, получается, не хватает места на странице, то с помощью flex-shrink вы можете указать, насколько охотно элемент будет отдавать свое место. То есть, по умолчанию значение 1, соответственно, если все элементы вы не поменяли, они будут отдавать место одинаково. Но если какого-то элемента вы задали значение 2, значит, он будет просто охотнее отдавать место, оставляя больше для других. Дальше, собственно говоря, flex-basis. То есть, это размер, причем это размер по главной оси. То есть, в случае, если главная ось у нас это row, это будет, получается, width. Если это column, то это будет height. То есть, это размер по оси именно. Дальше, собственно говоря, flex, который по умолчанию неогравен. Но, по большому счету, это short-cut для того, чтобы задать значение flex-grow, flex-shrink и flex-basis. И align-self позволяет, получается, выдрать элемент из потока и расположить его конкретно в какой-то части оси. То есть, вы можете сказать, что, например, все элементы в контейнере идут привязаны к flex-end, а конкретно этот элемент будет привязан к flex-start. Вот, в принципе, как бы коротко с этой части все. Давайте перейдем к демо. То есть, что у нас есть на демо? То есть, вот у нас страничка. К большому счету есть пять элементов. Они пока расположены внутри обычного блочного элемента. То есть, для начала, мы, получается, говорим контейнеру, что он flex. То есть, что произошло теперь? Элементы уже больше не блочные, и они, получается, начали располагаться по осям. То есть, по умолчанию у нас flex-start, поэтому все элементы прикрепились к левому краю. То есть, давайте поменяем это поведение и скажем, что они должны прикрепиться к правому краю, например. Ой, sorry. Можно транспорт с не видно? А, еще раз? Можно в эту сторону, чтобы свиньи с иглой реже? А, не видно? Сейчас, секунду. Да, можно не свиньи с иглой реже. Ого. 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 Это лучше? Да. Окей. То есть, в принципе, наши айтемы прикрепились к концу оси. Что еще мы можем с ними сделать? То есть, мы можем, в принципе, задать свойства space-around. Что тогда произойдет? В принципе, у нас, получается, между всеми айтемами будет задано одинаковое место. То есть, если посчитать, то что произошло? Есть место, которое занимают наши элементы. Дальше. Дальше получается, как их расположить. И вот это расстояние, это ровно, в принципе, половина расстояния между этими айтемами. То есть, space-around оставляет, в принципе, одинаковые отступы между элементами плюс край. Space-between, соответственно, получается, ставит первый и последний элемент прикрепленными краем и посчитает автоматом расстояние между ними. Сейчас задавал до этого шестнадцатый, думаю, что его должно хватить. Сейчас. Сейчас. Так, лучше видно. Теперь давайте посмотрим, что можно сделать с помощью flex-direction. То есть, по умолчанию у нас flex-direction roll. Допустим, мы выберем roll-reverse. То есть, мы задали с помощью roll-reverse положение, то есть, по сути, обратный вывод. Мы поменяли направление оси. Мы можем поменять направление оси сейчас на column. Посмотреть, как будут располагаться наши элементы. То есть, в данном случае, соответственно, у нас элементы идут уже сверху вниз. Все. То есть, column-reverse получается сделать то же самое, что и roll-reverse. То есть, по сути, они будут выведены в обратном порядке, только снизу вверх. Вот. Дальше есть такая волшебная штука, как flex-flow, допустим. Для того, чтобы показать пример, давайте мы скажем, что flex-bases у данного элемента 450 пикселей. И flex-direction мы уберем с column-row и посмотрим, что произойдет. Вот. По большому счету, то есть, когда мы задали display-flex и задали flex-bases 450 пикселей, что это означает? По умолчанию у нас ничего не переносится. Вот. И по умолчанию у нас у всех айтемов стоит, получается, flex-shrink равный единице. То есть, что в итоге произойдет? Мы говорим, что элемент должен занять 450 пикселей. У нас, например, пространство там, не знаю, 1000 пикселей и, образом говоря, 6 таких элементов. Они не влезают. Соответственно, получается, flex-контейнер настолько умный, что он посчитает, насколько они не влезают и насколько их нужно уменьшить, чтобы они влезли. И переноситься они не будут. Но если мы хотим поменять это поведение, то по большому счету мы задаем flex-rub. Когда мы задаем flex-rub, мы можем определить, как мы хотим этот элемент, в принципе, расположить. Вот. То есть, в принципе, по большому счету, по умолчанию у нас идет no-rub. Когда мы задаем rub, это означает, что больше он уменьшать их не будет. Он будет, получается, пытаться эти элементы перенести. И только в случае, если нам не хватает всего пространства, элементы начнут пропорционально сжиматься. В любом другом случае они, в принципе, будут просто переноситься. Значит, что делать с justify-контентом, в принципе, более-менее разобрали. То есть, он у нас, получается, align-it по оси. Align-items, в принципе, делают то же самое, только по большому счету по другой оси. То есть, например, если нам нужно расположить элемент где-нибудь, там, не знаю, справа вверху, то по большому счету мы можем сказать, что он должен располагаться flex-end, flex-start. То есть, в принципе, он его перенесет. Вот. Flex-элементы, в принципе, мы разобрали. То есть, опять же, здесь как бы основной это демо. Из того, что здесь полезного есть, это вы можете на уровне элемента управлять как бы его размерами, и степенью сжатия, и выводом на экран. То есть, что это означает? Что иногда, например, когда у вас есть верстка какая-то, она одна, да, в случае респонсии, вы хотите поменять даже порядки элементов, порядки их вывода. Вам не нужно, как бы, содержать какие-то разные версии сайта. Вы просто можете прямо в CSS сказать, что в случае, например, такого вот размера экрана, я меняю порядок вывода элементов таким образом. То есть, в принципе, это очень полезная, как бы, фича. Я хотел бы подробнее остановиться на flex-grow, поскольку я хотел, в принципе, это все продемонстрировать. Вот. Это, как бы, самая полезная вещь в случае, если вы делаете responsive design. Почему? Потому что, в принципе, с помощью flex-grow вы задаете соотношение размеров внутри flex-контейнера. То есть, насколько один элемент будет растягиваться по отношению к другому. То есть, в принципе, например, что нужно сделать для того, чтобы сверстать layout? Я думаю, я могу это стереть. То есть, будет дедушкин способ. То есть, допустим, мы хотим иметь layout такой вот header. У нас должен быть header на 100%, центральная растягивающаяся часть и какой-нибудь там footer. Здесь у нас должно быть левое меню, например, и правая часть. И что мы хотим? Мы хотим, получается, чтобы это все растягивалось. Это раз, получается. Два, мы хотим, чтобы величина меню, получается, там, не знаю, было минимум 225 пикселей. Образно говоря, это минимум 550 пикселей. Но при этом они занимали все свободное место. То есть, как это можно сделать с помощью flex? Первое, мы можем сказать, что вот этот элемент, который находится сверху, это у нас flex-контейнер. То есть, мы задаем display flex. Когда мы это сделали, мы можем поменять теперь порядок вывода элементов на странице. То есть, что, в принципе, мы можем сказать. То есть, по большому счету, это будет layout column. То есть, вот это будет flex-direction column. То есть, мы говорим, что у нас главная ось будет идти вниз, и элементы будут идти по этой оси. То есть, в принципе, мы говорим вот этому элементу, что у нас будет flex-direction column. Теперь, то есть, предположим, у нас есть какой-то еще здесь элемент центральный. Мы хотим, чтобы верхние и нижние были какого-то фиксированного размера. То есть, в принципе, для них мы задаем какой-то стиль, например, там, height 50 пикселей. Либо, с учетом того, что у нас ось идет вниз, мы говорим, что это flex-basis 50 пикселей у этих элементов. А элементу посередине мы просто можем сказать, что у него будет flex-grow 1. То есть, например, у нас это будет central. Что произошло? По умолчанию у нас идет align-item scratch. То есть, мы пытаемся занять все свободное место. Мы сказали, что этот теперь должен быть column. То есть, все элементы будут расположены у нас сверху вниз. То есть, вот наша ось. Оно расположило три элемента. Соответственно, эти элементы заняли по 50 пикселей. Поскольку у нас, получается, flex-grow задан один, и он есть только у одного элемента. Это фактически говорит, что растянуть элемент на все оставшее свободное пространство. То есть, соответственно, вот эта центральная часть сама просто возьмет и раздвинется на все свободное место. Теперь, получается, что нам нужно сделать для того, чтобы расположить эти два элемента таким образом. То есть, по большому счету, наш central zone тоже должен быть flex-контейнером. То есть, они могут быть вложены. То есть, мы говорим, что это будет display flex тоже. Здесь уже у нас элементы расположены в линии. По умолчанию у нас flex-direction row. То есть, нам ничего менять не надо. Мы, соответственно, хотим теперь просто, чтобы задать эти размеры. Соответственно, мы определяем, например. То есть, это у нас aside. Мы говорим aside, что у него, например, width либо flex-basis, что будет более правильно. 225 пикселей получается. И у артикла будет flex-basis 550 пикселей. Теперь как сделать, чтобы они растягивались? Нужно просто по большому счету посчитать пропорцию. То есть, например, мы можем сказать, что они будут за ним растягиваться в соотношении 1 к 6. То есть, здесь мы говорим flex-grow 1. Здесь flex-grow 6. Что произойдет при загрузке страниц? То есть, первое. У нас загружается страница. То есть, элементы расположились. Теперь как произойдет пересчет размеров? Предположим, что свободного места у нас 1200 пикселей. То есть, он посчитает. Вот есть 225, есть 550. То есть, у нас есть оставшееся свободное место. Я сейчас на вскидку. Например, 600 пикселей. Как это место нужно разделить? У нас все элементы внутри. С flex-grow общая сумма составляет, соответственно, 6. То есть, 5 у этого и 1 у этого. Соответственно, получается, он берет 600 пикселей, делит на 6. И раздает это равными частями. То есть, у нас этот контейнер запросил единицу от свободного места. То есть, это 100 пикселей. Ему добавится автоматом 100 пикселей. Этот запросил 5. Соответственно, ему добавится 500 пикселей. То есть, в принципе, это очень удобно, когда вы делаете какой-то резиновый дизайн. То же самое касается flex-wink. Когда какие-то элементы не важны, вы можете уменьшать их сильнее. Ну, как бы, только получилось скомканное демо, которое должно быть всем остальным. Давайте перейдем к следующей части. Я постараюсь просто ответить уже на вопросы тогда. Первый – это браузер-суппорт. То есть, на сегодняшний момент у нас суппортит, получается, 95,4% браузеров с префиксами и 79% без префиксов. Что это означает? Что когда flexbox внедрялся и не было еще единого стандарта, была куча браузеров, которые, в принципе, имеют те же свойства, но с префиксами. По большому счету, на сегодняшний момент, как бы, есть много миксинов, которые позволяют писать, как бы, единый код либо на SASE, либо на LASE. И он, в принципе, сразу вам выдаст все версии с префиксами, без префиксов и под все браузеры. То есть, как бы, браузер coverage очень-очень хороший. Вот. Единственное, опять же, основное – это вот 9, 8, E, которые не суппортятся. Но в данном случае можно сделать какой-то как фоллбэк. Вот. Типс и трикс. То есть, в принципе, давайте, наверное, сначала это. То есть, где правильно их использовать? Первое – это flexbox очень удобно использовать на уровне компонентов именно внутри приложения. То есть, в принципе, когда вы можете какой-то компонент достаточно правильно спозиционировать, он не вылезает за границы. В принципе, это достаточно легко сверстать. Работают они быстро. Можно, в принципе, верстать как бы и лей-аут с помощью flexbox, никто не запрещает. Есть некоторые проблемы, которые связаны с progressive rendering. Вот. Поэтому, в принципе, в случае лей-аутов иногда лучше использовать либо bootstrap-овский grid framework, либо просто использовать grid-верстку. Оно будет более правильное, в принципе. Там дальше будет ссылка, которая, получается, показывает, почему это не очень хорошо работает. Но прекрасный подход в случае, если у вас есть какой-то динамический контент, и вы не знаете вообще, сколько места оно займет. То есть, вы получаете огромный бенефит в том плане, что ваш контент подстроится под размер экрана, под ту часть, которую вы ему выделили. Вот. Вам не нужно будет париться, что что-то начинает вырезать, когда, получается, там контента слишком много, либо он смотрится уродски, потому что его слишком мало и так далее. То есть, flexbox возьмет это, в принципе, на себя. Ну, и, как я уже говорил, то есть, браузер-супорт достаточно большой, в принципе, поэтому, как бы, можно очень хорошо использовать, если не нужно поддерживать старые. Теперь tips-intrigues. То есть, в принципе, что меняется, меняется, в принципе, это мышление. То есть, если вы до этого верстали на блочных и строчных элементов, в принципе, плюс float-ах, вы привыкли думать по-другому. Здесь вам нужно думать с позиции, получается, осей. То есть, что это означает, что теперь вы, когда создаете flex-контейнер, вы думаете о том, куда прилепить элемент с помощью осей. То есть, вы говорите, что я, например, хочу расположить его в начале оси, там, сверху, либо в начале оси снизу и так далее. Второй, получается, момент, что это, как бы, и преимущество, и недостаток. Это надо учитывать, что flexbox, по большому счету, поддерживает такой тег, как direction, то есть left-to-right или right-to-left. Что, в принципе, удобно для локализации приложений. Что имеется в виду, то есть, образно говоря, если вам нужно верстать сайт, например, для Израиля, то есть, где у них все располагается по-другому, вам не нужно больше, получается, париться на счет отдельного лояута. Вы, по большому счету, берете, задаете им просто CSS-свойства, там, на уровне body, что это direction rtl, и у вас, получается, меняется ось. Соответственно, поскольку у вас ось была, там, слева направо, сейчас, справа налево, то есть, все элементы переносятся зеркально, абсолютно, что, в принципе, очень удобно, потому что, ну, у них это все равно наоборот идет, да, то есть, менюшка должна, ну, логотип в одном месте, соответственно, то есть, он не слева, а справа, то есть, за ним должно быть, там, меню, получается, оно все переносится. Автоматами очень хорошо, но отсюда же момент, что нужно это продумывать, если вам нужен саппорт, что, в принципе, кто-то может влезть и поменять, в принципе, направление осей. Третий момент, что cross-axis never changes direction, то есть, что имеется в виду, что получается, независимо от left to right, либо right to left, то есть, у вас всегда может меняться направление главной оси, она может идти как слева направо в одной плоскости, справа налево в другой плоскости, ну, вернее, справа налево, либо, получается, менять плоскости, cross-axis, она всегда будет перпендикулярно оси, всегда будет идти слева направо, вот. Следующий момент, void order manipulation, то есть, в принципе, поскольку order, как бы, и вы можно использовать, по большому счету, но лучше не использовать, потому что это приводит к тому, что вы смотрите на документ, образно говоря, в браузере, видите одно, смотрите на код, видите другое, да, то есть, поскольку order у вас меняет порядок, да, лучше им пользоваться с особой аккуратностью, то есть, иногда, как бы, это очень полезно, но лучше, в принципе, не злоупотреблять. Вот, дальше, еще момент, то есть, в принципе, я приводил пример в случае этого layout, то есть, что мы задали flex basis, там, 225 пикселей, 550 пикселей, но если вы хотите, как бы, легко считать свободное место и то, как оно должно делиться, то лучше этот flex basis просто не задавать, а задавать сразу flex grow, то есть, тогда вы будете сразу видеть соотношение элементов одного к другому, и вам будет просто проще посчитать, как бы, как они соотносятся. Ну, следующий момент, что float, clear, vertical line, они не работают внутри flex box контейнеров, то есть, есть, как бы, вещи, которые там не работают, поэтому, как бы, удивляться не стоит, да, почему? Потому что, в принципе, мы просто по-другому все выводим, поэтому это просто не поддерживается. И последний такой, это to have beta browsers coverage use prefixers, то есть, что имеется, мы, как бы, говорили про то, что есть часть браузеров, которые поддерживают стандарт, есть часть, которая работает только с префиксами. Вот, соответственно, получается, есть готовые миксины, вы их просто подключаете и таким образом, в принципе, получаете дополнительный суппорт еще, там, 12% браузеров. Вот, ну, из, есть список ссылок, которые, в принципе, получается, можно посмотреть, то есть, про то, что такое flex box. Я, как бы, советую вот эту игрушку. Окей, то есть, в принципе, зайдите по ссылке, идея, получается, в чем? Суть игры в том, что у вас есть flex контейнер, есть, получается, лягушка, есть, как бы, покемончик, который должен ее съесть. И с помощью CSS вы должны просто его в правильное место путь. Ну, как бы, это очень, на самом деле, быстро позволяет сориентировать, что такое flex box, потому что вы берете, как бы, видите, ага, мне там нужно влево-право, там, соответственно, нужно указать эти свойства. Вот, в принципе, такая хорошая обучалка. Ну, наверное, все.